Мама! Давай, давай. Мама! Сав, смотри. Сав, смотри, какие дорожки. Где машинка-то? Катай по дорожке. Мама! Да. Высыпай. Вот сюда. Всем привет! Теперь вот такой говорящий. И сегодня в рамках домашних дел, мотивации предлагаю обратить внимание на кухонный текстиль. Это шторы, скатерти, полотенца, может быть, прихватки и что-то постирать, что-то заменить, может быть, совсем выбросить. И если вдруг у вас лежат где-то полотенчики новые на тот самый случай, на какой-то в ожидании лучшего дня, так, может быть, этот день настал. Я уверена, все мы достойны пользоваться красивыми вещами каждый день. Ну, шторы я стирала перед Новым годом, совсем недавно. Кто этого не делал, ничего страшного нет, можно и в январе постирать. А скатерть я сняла и вместе с гибким стеклом буду стирать в машинке стиральной. Аккуратненько так складываю его, чтобы вода туда смогла затечь, но чтобы сильно не помялась. И ставлю на 30 градусов на быструю стирку, а к полотенчикам вернусь еще попозже. И нужно мне было сегодня еще на обед сварить суп. Бульон я с утра поставила, вот здесь он кипит, уже готов, мясо я достала, оно остывает. И я режу картошку, потом буду разделывать мясо, буду варить сегодня щи. И вы знаете, мою любовь к такому, скажем, упрощению жизни, каких-то ежедневных обязательных дел, и это готовки тоже касается. Я сегодня буду варить щи и сразу же попутно сделаю несколько заготовок для супа. Это очень упростит в жизни, в дальнейшем, потому что, ну, вот такие заготовки, они потом превращают готовку просто на раз-два. С утра я начистила овощей, лука и моркови, буду измельчать их в блендере на терке и обжаривать. Ну, буду делать две партии, потом расскажу все. Ну, и капусты тоже переработаю качан, отправлю то, что нужно в кастрюлю с супом, а остальное заморожу. И бывает мне пишут комментарии такие, что, Татьяна, что вы все время один и тот же суп варите, показали бы что-нибудь новенькое, что-нибудь более сложное, я так понимаю. Но, честное слово, я не знаю, там солянки, например, мы не едим сейчас, потому что я готовлю то, что и Сава у меня кушает, а такое все-таки ему рановато еще есть. Он и так наш общий стол, суп, который мы едим, он тоже его ест. Так что немножечко подрастет, может будем и солянки есть. Но вообще у меня это в приоритете вот мои заготовки, это борщ и рассольник. Очень любим мы куриные супчики, дети хорошо едят и с вермишелью, и с рисом. Любим мы супы с фрикательками, с фасолью любим суп, с консервированной, еще гороховый у меня очень хорошо все едят, с копченостями или с беконом. Ну и вот щи, наверное. И в целом я считаю, что этого количества супов достаточно, чтобы периодически их менять, и они не успевали надоесть. И очень часто меня в комментариях спрашивают, а где ребенок в это время, а что он делает, а с кем он. Ну вот сегодня я, например, когда с утра чистила овощи, я уж не стала этот момент снимать, а вот Сава сидел со мной и тут играл вот так. Это у него поднос, а там крашеный горох и фасоль. И разные ложечки, плошечки. Вот он сидит, разбрасывает, переваливает из одной плошки в другую. Я ему иногда показываю, иногда он сам придумывает что-то новое. И очень нравятся ему вот такие уже сенсорные коробки. Конечно, тут все уже потом идет на полу. Но, честно, мне и с средним сыном очень нравилось это. Дети заняты, они очень увлекательно в это все погружаются. Это как бы не игрушка, они считают, а что-то такое из взрослой жизни. А, конечно, все взрослое им гораздо больше нравится, чем нежели свои игрушки. И, например, с Макаром у нас не было там вертикальных пылесосов еще. И все равно я вот как-то устраивала ему вот такие вот всякие коробки сенсорные. А сейчас с Увелием так вообще, мне кажется, столько дома гаджетов и помощников, что потом все это прибрать не составит никакого труда. Ребенок занят, развивается. А мама свободна в это время может что-то хоть немножечко поделать. Оставшиеся овощи. Я измельчила тоже. Буду их отдельную партию зажарки делать с томатами. Купала я тут на Яндекс.Маркете. Вот такие перетертые томаты очень выгодные. Они там что-то по цене получались. Удобно так. Я вот сейчас делала макароны с ними, с фаршем, так, типа пасту. Вот. И он открыт, поэтому нужно мне доисходовать. Так что буду вместе с томатами зажарку. Эта партия у меня уже готова. Я ее сейчас сниму. Пускай стоит, остывает. И буду потом раскладывать по пакетикам. И перейду сейчас к капусте. Здесь у меня целый качан. Я порезала его. Буду сейчас измельчать на блендере. В итоге у меня потом получится два вида зажарки. Просто лук с морковкой, который, например, в куриный суп, в гороховый. Ну и еще в разные, сейчас не соображу, идет. А второй вид это с помидорками. Его, например, эту зажарку можно в суп с фрикадельками. Вот в щи как раз. Суп с фасолью. Там с красной, вот мы варим с консервированной. В общем, ну какие там еще можно супы. Забыла я, кстати, очень любимый еще суп-пюре из тыквы. Тоже частенько варим. Вот. А капусту, ну так обычно получается, что, например, купим целый качан. На суп уйдет у меня совсем немножечко. И вроде как тушить там уже мало. Потому что когда я тушу, то специально, например, покупаю целый качан. И он у меня уходит на сковородку. И так она лежит и лежит. Салаты мы из свежей капусты почему-то не очень любим. Хотя надо бы, наверное, тоже есть и брать себе в привычку. И так пропадает. А так вот я сразу все перетерла. И уже, ну, в суп добавлю, конечно же. И останется у меня два, по-моему, пакетика или три на будущие щи. И потом нужно только будет из морозилки все достать и бросить в бульон. Как раз эта капуста будет готова. Уже даже резать не надо. Зажарка будет готова. И перчик красный у меня с лета кубиками заморожен. Тоже очень удобно. Я вот буду потом варить. Ну, увидите. Добавляю его всегда. И по факту получается, что только картошку и нужно почистить, чтобы сварить суп. Морожу я практически все в икеевских зип-пакетах. Очень они мне нравятся. Плотные, хорошие. И вот, например, капусту так однозначно потом вывалю в кастрюлю. Сполосну пакет, высушу и буду использовать его повторно. Он достаточно прочный. Ну, вот бывает, если, например, зажарка, там что-то жирное, то не всегда получается по второму разу. Но иногда получается. Тут дело случая. Ну и довариваю уже сегодняшний суп. Посолила как следует. Добавляю перчик красный. Ну, немножко у меня там в пакете оставалось, но ничего, достаточно. И как раз зажарку с помидором. И добавлю чеснок. Я люблю всегда в суп добавлять чеснок. И в конце уже зелень брошу. В этот раз сухую. Что-то я в последнее время стала в суп сухую зелень добавлять. В принципе, мне нравится. Скатерть и жидкое стекло у меня уже позитивное. Я сушилку загружать не буду. Жидкое стекло гибкое. Просто сверну прогулочек, чтобы она ровненьким так слоем высохла. А скатерть тоже просто аккуратно сложу. Она со временем сама высохнет. Ну, где-то там на дверь повешу. И хочу поухаживать за своей машиной. Я не знаю, кто-нибудь еще так делает или нет. Я недавно тут у Алены посмотрела видео интересное. И задумалась, как люди вообще по-разному. Мы все ко всему относимся. К стирке. Кто как сортирует вещи. Кто что себе позволяет. Что нет. Я вообще стираю практически все подряд. Ну, не раз мне уже писали в комментариях упреки насчет этого. Но я и обувь могу постирать в стиральной машинке. И, если честно, я считаю, что стиральный порошок и отбеливатель, он, в принципе, там все моет и дезинфицирует во время стирки. Ну, а тут вот увидела вам ее такой способ. Закинуть таблетку для посудомойки в стиралку. И включить режим 90 градусов. Так что, не знаю, сейчас попробую. Думаю, хуже не будет. Так что, кто тоже так делает. Решите мне, очень интересно, много таких или нет. Так, бил мне 90 градусов. Вот. 90 градусов включила. Так. Ну, отшим, то есть мне не нужен. А нет. Слив только нужен. Ну, все, включаю режим 20 часов. Посмотрим. Увидела после этого видео еще способ. Просто соды добавить в барабан и тоже включить машинку на высоких температурах. Ну, честно скажу, я как бы ничего особо не заметила, никаких перемен. Но буду думать, что это у меня так для профилактики все было. Но вообще у меня, как бы, проблем с машинкой нет. Поэтому, наверное, я не задавалась этим вопросом. А вот бывает, когда там запах или что-то, или плесень. Ну, у меня всегда крышка, вот этот люк, он открыт. Все время там сухо, и стирка видно у меня так часто, что, ну, там, в принципе, не успевают что-то затухнуть, или уж тем более заплесневеть. Ну, в общем, буду иметь в виду, и вы тоже имейте в виду, что можно вот так вот. И нужно, наверное, все-таки ухаживать за нашей техникой, которая каждый день нам помогает. Пока Сава с Паулой укладывала я его, все у меня тут остыло, разложила по пакетикам уже, получилось у меня 5 пакетов зажарка просто, морковка с луком. Ну, разные они тут по объему, в зависимости, какая кастрюля будет, в принципе, в морозилке все это понятно. И вот эти покрупнее, 4 пакетика с помидорками. Так что все убираю в морозилку, дальнейшие готовки будут быстрее и легче у меня. И Ярик у меня тут разгрузил посудомойку, то, что там было, и загрузил то, что можно было, загрузить все эти комбайны, все стирается сейчас быстренько. И я домою то, что руками нужно помыть, и помоем еще с вами посудомойку. За стиральной машиной поухаживали, помыли, почистили. И вторая, наверное, по помощи тоже, ну, я все-таки считаю, да, наверное, она вторая после стиральной машины посудомоечная машина, тоже большой помощник в хозяйстве. Кто меня давно смотрит, помнит, наверное, как летом мы больше месяца были без посудомойки. И, конечно, к хорошему быстро привыкаешь. Я просто замучилась, и сама, и сына старшего замучила, потому что, ну, приходилось все время просить его помощи, а то это просто постоянное нахождение на кухне было. То готовка, то мытье посуды, просто бесконечный замкнутый круг. А, конечно, с посудомойкой, ну, что я вот мою только сковородки руками и, по факту, только ножи. Вот сейчас новый набор, мы не стали их мыть в посудомойке, ну, в принципе, так и правильно. А моем только руками. А до этого мы, конечно, грешили и мыли ножи тоже в посудомойке все время. Ну, здесь у меня попутно там некоторая посуда еще оставалась после обеда, так что я тоже сполоснула и буду убирать все на места. Протираю стол как следует. Вот скатерть у меня подсохла, она с водоотталкивающей пропиткой и, как бы, не сильно она в себя влагу впитывает, поэтому ей буквально там пару часов было достаточно, чтобы подсохнуть. Гладить я ее не стала, там Сава спит, ну, в принципе, более-менее я ее выровняла, подрасправила, пока она сохла, так что больших заломов не видно. Ну, и гибкое стекло это протираю, потому что сразу же влажное я его свернула и буду вот так вот разворачивать. Оно потом еще немножечко отлежится и станет лучше. Ну, и перехожу к посудомойке. Купили мы ее в августе или в сентябре, и я ни разу вот специальными средствами ее еще не чистила. Ну, фильтры внизу, конечно, мы регулярно чистим, там сразу же видно, если большие какие-то остатки пищи остались. А сегодня решила со специальным средством. И буду мыть варежку, вот эту силиконовую перчатку. Ну, сегодня уж про текстиль, как я и сказала, и все-таки прихватки, я считаю, что это кухонный текстиль, ну, и пусть она у нас силиконовая, вообще у меня больше других, кстати, прихваток нет. Пользуюсь только ей и полотенцем при необходимости. И все равно на ней скапливается какой-то жир, грязь, ну, потому что кастрюли, сковородки, все такое в еде. Так что я ее туда же в посудомойку и отправила постираться. Ну, а сама перейду к шкафчику, где у меня тут полотенца, салфетки лежат. Наведу порядок. Вот два полотенчика я решила убрать, расхламить, так скажем, их. Ну, потому что они там старенькие, кое-где дырочки, потертости. Ну, я не выкидываю, отнесла их на мансарду. Там еще они послужат немножечко. А на кухне хочется каждый день пользоваться красивыми чистыми полотенцами. Я периодически их отбеливаю. Я показывала уже не раз способ, которым это делаю, с подсолнечным маслом. Если кому интересно, то напишу в описании под видео. Так что заглядывайте. Способ очень действенный. Вообще, кухонные полотенца как раз все, что не отстирывается, на ура. Просто все эти пятна убирает. Ну, у меня здесь полотенчиков совсем немного. Осталось вот то, чем пользуемся. И там пара штук в стирке. Потом немножечко нужно будет дополнить на замену тем, которые убрала. Ну, и все. Навожу здесь порядок. Аккуратненько все складываю. И сейчас давайте с вами вместе посмотрим, что я тут назаказывала. Муж у меня только что привез. Забрал все мои заказы. В общем, давайте. Это было распаковано. Я его попросила посмотреть в пунктах выдачи, чтобы все было целым. Заказала я вот такие корзинки пластиковые. Фирма Ротто, наверное, правильно читается. Не дешевые они. Сразу скажу. Давно я их хотела. Но осталась очень довольна. Мне очень понравилась перфорация. Я сам пластик. Эту корзину поставлю на сушилку. Вещи буду у нее и сухие складывать после сушилки. И мокрые удобно переносить. И стиральные машинки в сушильную. А вот эту поменьше корзину хочу поставить в пенал. Я там складываю отдельно савины грязную одежду. И сейчас она хранится в коробке просто из-под миксера или блендера. Она обычная картонная. А одежда не всегда сухая. Там попадает. В общем, там все дно уже у меня провалилось. Я понимала, что картон снова туда не вариант ставить. Вот. Выбрала такую корзину. И увидела больший размер. Думала, что отлично. Она просто подойдет и на сушильную машину. Но давно я туда что-то такое хотела. Удобно, что ручки с двух сторон можно и вот так поставить, вытягивать. И вот так. В общем, как угодно можно брать. Классные корзинки. Давно хотела. Почему-то я их прям, не знаю, вроде такая мелочь. А так приятно. Вот так вот, как говорится, много ли для счастья надо, да? Купить что-то для дома. И действительно, лишь бы приятно было пользоваться. Сразу же так хорошо на душе становится. Ну, давайте смотреть, что тут дальше. Я уже не помню, что я там заказывала. А, это подарок. У Савуши, у Крестного, я уже говорила. Скоро родится сыночек. Вот. И, честно, я взяла, в общем, на рождении такой подарок. Это зайчик, йо-йо. Вот. Очень умная игрушка. Айо-йо. Умный зайка. Вообще, что она тут только не делает. Поет, играет. И учиться потом можно. Вообще, мне кажется, отличный вариант на рождение. И на любые праздники. Вот. До года, наверное. Ну, можно еще и на год подарить. Но вот. Мы сейчас ездили в Новый год к друзьям. И там у маленького тоже был такой зайка. И Сава. Вот Саве сейчас год и восемь. Он, конечно, смотрел. Все слушал. Тут уши. Там очень приятный материал такой. Он пытался немножко грызть. Вот. Но, в принципе, вот уже к двум годам, мне кажется, как бы только покупать не стоит. А вот для малышей вообще супер игрушка. Написано тут. Рекомендовано детским педагогом. Еленой Куликовой. Знаю я ее. В инстаграме смотрю за ней. Очень много у нее там разных занятий для детей она показывает. Вот. Ну и покажу здесь немножечко. Тут музыка из сказки. Погремушка. Обучение. Музыкальное развитие. Интерактивные игры. Музыка для сна. В общем, много-много всего. Очень приятная как по текстуре, так и по звучанию игрушка. Детям вообще очень нравится. Маленькая, компактная. И в руке удобно держать. И погрызть можно. И внешне тоже симпатичная. Давно я такую хотела. Вот именно им подарок. И увидела сейчас на Азоне. Была просто акция на них. Сколько там? Минус 30 процентов, по-моему, от цены. Выгодно получалось. Так что я... Ну, время пришло. И как раз все так сложилось. Сразу же с удовольствием заказала. Так. Следующая коробка. Смотрим, что тут. А здесь у меня вкусняшки и полезняшки. На Новый год было всем актуально. Всякие салаты с майонезами и закуски, да, вредные. А сейчас, наверное, больше всем актуально. Как и бросить вес лишний. Как привести себя в форму. Ну, не знаю. Сужу по себе, в общем. И я тут увидела тоже. Была факт на Азон. Это масло кокосовое. Я взяла для жарки. Оно почему-то так и называется. Для кулинарии. Не знаю. Говорят, очень вкусно. И сырники на нем жарить. И вообще использовать вот именно для готовки. Буду пробовать. Так. А здесь арахисовая паста. Я ее очень-очень люблю. Дети у меня тоже очень любят. Вот такая большая. Она была тоже по акции. Именно вот в этом объеме. Потому что здесь целый килограмм. Я смотрела там на полкило упаковка. Были уже не так выгодно. Короче, пришлось взять целый килограмм. Так. Состав. Все. Ядра арахиса. Ничего больше нет. Ни сахара, ни соли. Ни каких-то там консервантов. Супер. Я очень люблю. Мне нравится и в кашу положить ложечку. И в творог, например, не сладкий. Просто творог со сметаной. И ложечку арахисовой пасты. И просто на хлебец намазать. Очень вкусно. Конечно, это не тот продукт, который нужно есть ложкой. Но вот эти жиры, которые там содержатся, они полезные. Это не те жиры, которые там из конфет. Это не в сочетании с углеводами. В общем, будем есть. Детям у меня тоже нравится она. Так что вот такая вот. И очень выгодная на нее была цена. Кому интересно, кто тоже любит. И на пасту. И на масло кокосовое. Вот. Я оставлю внизу в описании. Так что смотрите. Не знаю. Наверное, цена еще не изменилась. Так. И здесь у меня... Так. Что, что, что? А здесь у меня стали наклейки. Ну, маленькому любителю Маши и Медведя взяла я такой альбом. Ну, я думаю, ему понравится. Будем смотреть. В общем, целый альбом тут мой. О, он разворачивается. Там прям плакат такой получится из наклеек. Ну, здорово. Ладно. Это издательство Розман. Тоже они там были по акции. Всякие книжки. Я люблю, в принципе, это издательство. Мы с ними сотрудничаем. Ну, а тут увидела выгодную цену и Совушкиных любимых героев. Так, что тоже заказала. Так. А здесь это я тоже заказывала с Ави на Вайлдбери. Еще не открывала. Такая тетрадочка пластилиновой картинки. Искала я что-то такое, чтобы, ну, ничего не придумывать. В общем, именно с пластилином ему лепить. Так. Сейчас посмотрим, что тут есть. Вообще, нашла я эту тетрадку на лабиринте. Вот я потом еще покажу, что я там смотрела. И когда вот эти искала, нашла вот эту вот для пластилина. Ну, там ценник какой-то космический был, по-моему. На Вайлдбери она в полтора раза дешевле стоила. А вот такие вот всякие готовые уже для творчества целые наборы. То есть тут идет инструкция небольшая, какой-то стишок, что тут нужно, о чем поговорить с ребенком перед тем, как заниматься. И что нужно делать, собственно, инструкция. Ну, вот так вот. В общем, будем с ним творить. Посмотрим. Надеюсь, ему понравится. Так. И взяла я вот на лабиринте. Искала Макару вот эти вот тетрадки. Нам лагопед советовала. Очень классные тетради. Я смотрела уже там много отзывов, фотографий. Или примерно представляю, что здесь есть. Они есть на разные звуки. Кому актуально. Вот я взяла L и R твердые. Есть и на мягкие. Тоже L и R отдельные тетрадочки. Они, по-моему, по 150 рублей стоят. Есть на шипящие. Ну, в общем, на всякие все-все-все проблемные звуки. И есть на сонорные, вот эти парные, как они называются. Чтобы ребенок хорошо отличал там ВП, ЗС и все такое. Вот. Так что у этого автора очень много всяких разных. И вот нам не один лагопед советовал. Так что кому актуально. Заказывала их на лабиринте. На Вайлдберрис, на Озон нигде не могла найти. Вот. Ссылку оставлю. Тоже посмотрите, кому нужно. Ну, я с вами на этом буду прощаться. Побегу сейчас довольная расставлять свои новые корзинки. Ну, наверное, я вам это уже показала. Там, когда рассказывала эти моменты, вставила. Все. Увидимся в новых видео. Спасибо, что досмотрели. Всем до встречи. И пока-пока.